Всем привет, как у вас дела? Я, как всегда, полужива, вот записываю вам видосик с размышлениями. Даб, это, как обычно, не туториал по поиску людей, скорее просто личное мнение. Ну, как, в общем-то, и всегда я делаю. В целом, просто сижу тут и делюсь своими мыслями, а не записываю гайды по каким-либо темам. Так что, пожалуйста, не путайте, это всё-таки разные вещи. Тематика аудитории объёмная сама по себе, просто потому что это как бы... Ну, это лотерейный билет, ребята. Кто-то буквально ничего не делает, но он почему-то популярен, и ты не понимаешь, как так вышло. А кто-то много работает, и ничего у него не получается. Нет универсального совета, который все ищут. Нет, нет, ребят, мы неплохие. Блогеры не хотят делиться. Просто реально такого совета не существует. Великий рандом и много-много работы, это конкретно моя история. У кого-то может быть по-другому. Знаю очень много художников, которые рисовали редко, но стали популярными, не имея какого-то особо выдающегося скилла. Ну вот, например, я тоже особо не имею высокого скилла, просто рисую. Но при этом у меня есть аудитория. Так что, рандом. Дело в том, что когда я начала только рисовать, я поняла, что найти аудиторию, ну капец, как сложно. Хотя тогда казалось, что набрать человек 500 вообще изи. Ну, сделаю за месяц или там два. Жизнь сказала неа, и дала мне по жопе, и я очень сильно офигела. Хочу сегодня немного затронуть тему фандомов и фан-артов. Чему же именно их? Ну вот, давайте поговорим. Понятно, что осы тема узконаправленная. Людей еще нужно заинтересовать в них. И помимо того, чтобы нужно заинтересовать в них, нужно заинтересовать людей в себе как личности или хотя бы как в художнике. То есть, изначально нужно понравиться кому-то как художнику, а потом нужно еще впарить этому человеку осов. Очень-очень сложно, да. Это зачастую сложно как раз из-за этого, но еще это и страшно. Страшно, почему? Ну, потому что вдруг любимых детей обидят, ну или что-то такое. И тогда на помощь приходят фандомы. Я начинала рисовать как раз с фандома, и состояла я в Аске, и была тогда у меня цель. Ну, очень мелкая, особенно в сравнении с моими целями на данный момент. Я хотела, чтобы мой фан-арт попал на стенку крупного фан-паблика. Но меня туда упорно не постили, потому что я плохо рисовала. Это факт. Я очень плохо рисовала тогда. И вот, пока я рисовала, я училась, пыталась добиться цели. Я набрала около 50 людей. А когда я таки добилась публикации там, то набрала около 150. Цель не оправдала усилия и средства. А ведь фандом был очень популярен. Арты набирали лайки, а я рисовала очень часто. И уже когда меня опубликовали, мой скилл был, ну, более-менее, наверное. Ну, раз запостили, да. А я не набрала аудиторию с этого паблика. Вообще. И так продолжалось долго. Я рисовала конкретно в этот паблик. Потом я ушла в другой фандом. И я бывала во многих, во многих по фандомах. И я, как и многие художники, пыталась захайпиться и уходила в популярные фандомы, даже если они мне были неинтересны. Фандом, который принес мне больше всего аудитории, был Доки Доки. Но все эти ребята очень быстро ушли. Дело в том, что игра, конечно, сейчас популярна. Даже, точнее, сейчас популярна. Несмотря на то, что у ей уже столько лет. Но люди, как я уже сказала, ушли. Почему, спросите вы? Ну, потому что, когда люди приходят из фандома, они хотят видеть своих вайфу. А я пару раз нарисовала их вайфу. И забила. Уже тогда я поняла, что делаю что-то не так. Просто решила перестать рисовать фанарт. Я вложилась в тематику, которая была интересна мне, а именно осы. Я сейчас рисую в основном их. Заказы там бывают. И иногда, очень-очень редко, фанарт. И те чаще по лиге. Как раз по этой причине, из всего вышеперечисленной, я не очень люблю фана. Коротко, приходят люди, которым по большей части насрать на вас, как на художника. Их интересуют персонажи, как я уже сказала. Прекрасно, если вас такое устраивает. Абсолютно чудесно. Если вам нравятся фандомы, вы в нем надолго. Но как одноразовый пиар, это очень странная затея. Часто вижу людей, которым просто пофиг, что рисовать. Они буквально рисуют то, что сейчас на хайпе. И да, все мы такое иногда делаем. Но есть люди, которые только этим и занимают. И это странно. Ну, в плане для меня. Я не могу ничего рассказать про этот опыт, просто потому, что я так никогда не делала. Но звучит как-то, по-моему, не очень надежно. Первое полноценное знакомство с осами я провела в формате челленджа. А именно там был челлендж на месяц, где нужно было рисовать персонажа на определенную тему. По пути рисовала шуточки и немножко инфы вкидывала. И вначале было довольно тухло. Никто ничего не писал. Всем было насрать. Но под конец людям вроде как зашло. Меня даже попросили сделать еще что-то такое. Более, ребята, мне было лень. И я так и не сделала ничего похожего. Но это помогло начать мне рисовать персонажей без пинков и всяких челленджей. Я просто начала рисовать арты с ними, которые были в голове. Что-то сюжетное. Иногда шутки там рисовала. Иногда просто какую-то фигню. Иногда скетчи. И всегда-всегда-всегда я что-то писала в посте про них. В рекламные паблики я тоже кидала осов. На другие сайты я тоже постила осов. И делала все по максимуму. Далее остается только молиться. Да. Тут либо ваш скилл вас вытащит, либо стилистика, либо какая-то фишка в рисовании, либо ваши осы и идеи. Да, знаю, звучит как полная фигня. На деле так и есть, если честно. Лучше пытаться пиариться везде и просто потом остаться там, где более комфортно или где больше людей. Ну, это самая простая стратегия. И раз мы уже заговорили про простоту, самая простая, по моему мнению, платформа для раскрутки это TikTok. Но он же самый бесполезный. Оттуда мало кто пойдет в паблик или инстаграм. Он может помочь раскрутить немножко ваш YouTube. Но с артами дела обстоят не очень. Зато там много людей, которым могут понравиться ваши осы и смешнявки с ними. Так что, если вам насрать на заказы, на остальные соцсети, на YouTube и на прочую-прочую фигню, оставайтесь TikTok. Краткий вывод, ребят. Рисуйте то, что вам нравится и как вам нравится, как вам удобно. Даже если вы делаете фан-арты, это ваш выбор. И если это вам приносит удовольствие, то это отлично и прекрасно. Рисование, это даже если работа, она все равно должна приносить удовольствие. Ну, по большей части. Конечно, иногда все устают и надоедает им рисование. Но просто помните, что еще не все потеряно. У вас все будет отлично. И так далее. Лично для меня рисование является прекрасным занятием до тех пор, пока мне приятно рисовать что-либо. Главное не стать заложником своих артов и аудитории, которая нелояльно будет относиться к смене тематики. Так что тщательно выбирайте тему, по которой вы хотите рисовать, потому что, скорее всего, она с вами надолго. Ну, а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на наш общий канал с шуточками. Подписывайтесь там на все ссылки в описании. Я уже не помню, что у меня есть. Я везде есть, ребят. Рассказывайте, что вы думаете насчет рисования фан-артов и прочего. Но еще раз говорю, всем спасибо и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин